Дай почитать. Буду честной, немного книг, которые я читала и о которых я рассказывала, настолько не совпадают и не резонируют с моим душевным, духовным и интеллектуальным миром. Автор Михаил Казиник, искусствовед, музыкант, писатель, поэт, философ, режиссер, страстный просветитель и один из самых эрудированных людей нашего времени. Так свидетельствует официальный сайт Михаила Казиника. В 1991 он становится резидентом Швеции и начинается его активная музыкально-просветительская деятельность на Западе, где его окрестили апостолом культуры. Он читает публичные лекции, ведет телевизионные передачи и является автором особого разработанного им метода вовлечения аудитории в процесс лекций. Музыка для Михаила Казиника, цитирую, это мощный источник вибрирующей энергии. Человек – это приемник этой энергии. Главная задача лектора – настроить аудиторию на волну исполняемого произведения, сотнести волны приемника и передатчика. Книга «Погружение в музыку» исключительно субъективная, личностная, подвластная ходу мысли и логики только Михаила Казиника. Это очень эмоциональная книга. При этом слово «эмоциональный» я употребляю в самом негативном смысле. Для меня в книге много что называется отсебятины, субъективности, отсутствия общепринятых в науке представлений об искусстве и его видах. Тем не менее, Михаил Казиник, его лекции имеют множество фанатичных и убежденных поклонников. Итак, книга «Погружение в музыку» или «Тайны гениев-2» состоит из вступления со следующим содержанием. Видение «Правда встречается» предисловие «А если попробовать» присказка или более грозное предупреждение «О чем книга? О музыке?» Тогда, быть может, прелюдия, но не о музыке, скорее о нас с вами, о наших безграничных возможностях преамбула звучит весьма научно. Потом идет часть первая «Встречи», а потом часть вторая «Модуляции», где можно прочитать о Державине, Пастернаке, Шопене, Мусоргском, Дебюсси, Шумане, Шекспире и многих других. А потом следует кода и послесловие. Дорогие слушатели, всем, кому интересно, Михаил Казиник «Погружение в музыку». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать! Дай почитать!